Ну, привет, друзья! Вот и готов бешеные жучара! Мусолить кузов джука, наверное, смысла нет. Да, не всем понятно, что нравится. Здесь, наверное, стоит обратить на то, как этот кузов смотрится на скелете от Pathfinder. Вот такое вот расширение получила задняя часть. Опухоль, я бы ее назвал, да, вот она появилась сзади. Дальше двигаемся сюда-сюда. Переднее крыло, оно тоже вот такое раздумие. Бампера нет. То есть, если сейчас поднять капот и посмотреть, вот эта часть внутренняя, весь телевизор, это все самостроит, полностью переделанная. Где-то вот здесь, вот на этом этапе, кузов джука стандартный заканчивается. Дальше все удлинялось, переделывалось, чтобы вместить сюда и мотор, посадить его на раму, ну и, соответственно, не переделывать стандартный капот. Вот это оперение снаружи, решетка радиатора. Конечно, если честно, по кузову есть такие реальные косячки, и когда ты начинаешь их приглядываться, ты понимаешь, что, конечно, это не завод. Вот здесь мы видим стык. Он прошел ровненько, а здесь уже не бьет. Ну и, естественно, дальше там, по мелочам. Но они свойственны для любого кастом-кара. Наверняка вы обратили внимание на вот эти вот очень странные жабры. Что это такое? Кто видел первое видео, ссылка будет внизу, вы поймете, о чем идет речь. Но расскажу с самого начала. Радиатор охлаждения не помещался в переднюю часть, поэтому на манер, так скажем, ралли-рейдовых автомобилей радиаторы были вынесены вот сюда. Поток воздуха направляется по крыше. Она тут двойная. Вот видите, воздухозаборник над лобовым. Далее по коробам сзади к радиаторам и с каждой стороны вентиляторы, работающие на вытяжку горячего воздуха. Смотреть пока сюда не будем. Это сделалось просто, так скажем, чтобы все-таки отметить, что это рождение, грубо говоря, какого-то такого кастома под названием Juke MX56S. Что это значит, мы еще у Артура отдельно спросим, но пока реализовано не очень. Интерьер. Да, интерьер, конечно, тоже был полностью переделан. Ну, сразу видно, что перешили все. Начинаем с верных карт и ушли туда дальше. Вижу в карбон. Сидения явно тоже другие однозначно. Но давай мы позовем Артура уже, чтобы он нам поподробнее рассказал. Привет, Артур. Салам скажи всем нашим. Здравствуйте, друзья, любители. Да, тут уже без тебя мы никак не находимся. Я с вами. Отчего кресла, допустим? Кресло от Nissan Z350. Цель была такая, что все-таки это Nissan. И сохранить Nissan. Все, что здесь есть, вся агрегатика, все узлы, даже кресло, все от Nissan. Нет ничего наборного. Естественно, поддалось немножко апгрейду. Пришлось перетягивать сидение в интерьер, пришлось интерьер немножко доработать так, как хотелось бы. Но здесь нет никакого такого тюнингового какого-то решения. Карбон настоящий? Конечно, да. Это все правильно, конечно. Мы не можем себе позволить подделку карбоновую или какую-то накладку в стиле карбона. Что касается интерьера, работали две группы. Работали ребята-россияне над интерьером. Позже доделал и закончили уже до окончательной сборки уже ребята из Арабских Эмиратов. Хочу познакомить с моим хорошим товарищем. Это местный житель. Он живет в Дубай. Он выручил меня именно по интерьеру. Его зовут Riot. Компания называется Ross Design. Он знает свою работу и последнюю работу именно по интерьеру он сделал полностью на сто процентов от себя. Не мог бы ты рассказать, что было сделано здесь и кто ты. Меня зовут Riot. Я из Ross Design. Мы занимаемся кожаной отделкой автомобильных интерьеров любой сложности. Для этого джука мы готовили весь интерьер. Все. Каждую деталь. Мы максимально заткнули все в кожу и для контраста использовали синюю прострочку. Сначала взяли за сиденье. Использовали кожу Nappa с синей строчкой. Вышивка Juke MX56S на спинках сидений. Также наша работа. То же самое и с обтяжкой рулевого колеса. Кожа синяя прострочка. Козырек приборной панели. Отделка воздуховодов в той же тематике. Напольное покрытие коврики с логотипом Juke. Сделали ремни безопасности. Также синего цвета. Когда к нам привезли эту машину, панель приборов была покрыта кожей Nappa. Натуральной. Но этот тип кожи не подходит для нашего климата. Под палящим солнцем через пару месяцев эта кожа сморщивается и это смотрится неэстетично. Поэтому мы использовали синтетическую кожу, которая не так восприимчива к местной жаре. Это специальный материал. На вид не отличается от натуральной натуральной. И эко кожа используется только для отделки центральной консоли. Только в местах попадания прямых солнечных плечей. Такое решение прослушать долго в условиях местного климата. Для аппликации также используется специальный клей. Артур, у каждой постройки есть всегда какая-то цель. Строишь ты машину для трофе рейдов, ты ее готовишь по-особенному. Для ралли рейдов по-другому. Суть твоей перестройки, вот какая цель преследовалась, что ты хотел получить в итоге? Это, наверное, один из самых главных вопросов. В то время, когда я задумал проект, я жил в Радской Эмиратах, в Дубай. И мне нужен был просто автомобиль на каждый день. А так как сфера моей деятельности в то время была это постоянные пустыни, это пески, спортсмены, группы. Поэтому я хотел получить такой универсальный автомобиль, на котором я мог ездить в городе, подъехать хорошо, вечером к клубу, из клуба сразу же въехать в пески. То есть это цель была получить универсальный суперкар. Конструкция подвески без изменений. То есть все как у подфайнера. Заменили только стойки. Здесь теперь регулируемые амортизаторы фирмы Радфло с выносными бачками. Жесткая, плотная, какая-то спитая. Знаешь, что чувствуется? Какой-то невероятный запас прочности. Такое впечатление, как будто просто можно... Слишком крепкий, да? Слишком крепкий. Он прям как орех такой получился. Не грецкий, а как фундук такой, которого не раскусишь просто. Друзья, к прошлому видео вы написали дельный комментарий. То, что мы подложили музыку под звуки мотора, компрессора и выхлопа. Да, делать этого не стоило. Сейчас мы восполним этот момент и повяжем как следует. Ну, а вы пока там подписывайтесь, колокольчики там не забывайте, жмите. Давай! Гордор, у нас позади стоит каркас. Трубчатый я видел, а здесь каркаса нет. Зачем этот каркас сзади? Ну, это такой легкий каркас безопасности. Но все-таки машинка агрессивная, с потенциалом. И я буду на нем выезжать в пески, глиссировать по пескам. На случай переворота, конечно, он свою функцию выполнит. Насколько вопрос. Это не такие толстостенные трубы, которые цельно тянуты. Это обыкновенная тонкая труба, но с поперечиной, естественно, она с крестом. На случай, если будет переворот, чтобы хотя бы защитить пассажиров. Задние окна открываются сами автоматически, как только машина заводится для охлаждения. Как продумано тут все у тебя? Ну, это инженеры работали над этим. То есть, когда запускается автомобиль, радиаторные отсеки сразу же запускаются. И для того, чтобы воздух мог проходить. Радиаторные отсеки – это задний ряд сидений и задние двери, окна задних дверей. А если автомобиль закрыть и поставить на экран, то, естественно, они закрываются. Слушай, ну ты кайфовать уже начинаешь просто от звука. Просто этот... Какой свист. Звон, да, который... Слушай, смесы, да, сейчас вообще шикарные получились у машины. То есть, она вообще не боится никаких углов. А ты ее уже так выгонял? Нет, ну так, я по пескам катался. Ну, Надюна еще не катал, да? Нет. И смотри, мы как тихо, мы в натяге, в натяге. Я сейчас скажу, сколько. Чтобы не перекрутить. Две трещи, если его где-то так лавы. Здесь его опасно крутить, он вносится. Я еще не видел ни одного вот такого маленького кроссовера на такой базе, который мог бы исполнять такое. О, yeah! Продолжение следует... Да, все-таки она себя чувствует как дома больше в бездорожье, конкретно в песках. Получился такой песочный концепт. Удачная развесовка, низкий центр тяжести, легкий автомобиль с огромной мощностью. Конечно, он будет в песках ехать, он просто вертится на песке как хочешь. Приятно, я реально доволен и мне очень нравится, как она ездит. Это то, что я хотел. Я даже не ожидал, что так будет ездить. Но при этом, Тима, мы не реализовали весь потенциал за счет двигателя. Я вижу, что есть провалы в моторе и нам предстоит еще поднастроить двигатель и вывести в ровную полку двигатель. Потому что в какой-то момент ему или много воздуха, или мало. И что-то срабатывает, его немножко тушит. И когда скользишь, глиссируешь вдоль дюны по мягкому песку, есть провалы в двигателе. Они нежелательны, хочется до конца вести. Со стороны это тоже видно. Сейчас привезли машинку на стенд. Посмотрим ее характеристики именно по мотору на крутящий момент. Что покажет стенд? Очень интересно. Перед тестом на замер мощности, ребята предложили на всякий случай отключить полный передний привод. Для того, чтобы вдруг электроника вмешается. И если запустит полный привод, то, конечно, машина тогда рванет. Чтобы этого не случилось, а именно снять замер на задних колесах, мы решили снять время на кардан. Чтобы исключить. Если посмотреть снизу, здесь можно увидеть, как весь пол был полностью срезан и наварен заново. Чтобы можно было его скрестить вместе с рамой. У джука сам по себе кузов-то короче, чем рама. Поэтому ее, естественно, пришлось укоротить. То есть по вот этим швам ее разобрали, распаяли. И после этого, откротив шрам из заново, собрали дополнительные усилия. То есть вот здесь сверху и снизу можно посмотреть сами косынки усиливающие. Большое внимание Артур уделил изоляции кузова от тепла. Снизу, спереди и сзади кокпит окутан изоляционным материалом. Так как все сварено из головы для зазаново. А от V8 и прямотока выделяется много тепла. Сейчас вот ребятки готовят тачку к запуску. А я стою и переживаю, как будто отвел своего ребенка, знаете, в больницу на анализы. Сейчас его будут колоть, брать кровь с него, будут его выжимать. А я буду только сидеть и переживаю, смотреть. На стенде подтвердилось то, о чем говорил Артур в песках. Потенциал V8 с компрессором, я бы сказал, совсем не реализован. Мы не смогли даже снять нормальный замер. Мозги после прошивки не были настроены и, главное, не позволяли обойти базовый ограничитель. При достижении крайних значений на стенде, софт перестраховывался. Перенечал на передачу выше, даже в ручном режиме. Скидывал обороты. Ну, выходит, мы еще не прощаемся с этим жуком. Нас ждет отдельный замер. И надеемся, что уже все-таки в Алматы. Слушай, один из вопросов наших подписчиков был, есть ли какой-то определенный плюс в том, что ты машину собирал именно в Эмиратах? Если я буду снова ввязываться в подобный проект и буду строить автомобиль такой для себя, или свяжусь с какой-то концепцией создания автомобиля, я это буду делать где-нибудь в России или в Казахстане. Намного удобнее по логистике. Да, там нет у нас таких песков, но дело не в песках, дело в рабочих руках. Все-таки наши специалисты, наши ребята, у них намного качественней подход к работе. Так, а плюс хоть какой-то есть? Это сейчас был минус. Плюс, плюс то, что здесь, то, что ты делаешь, выехал, есть хорошие места для тестов. Сразу же проверил, а может запчасти? Ну, конечно, да, запчасти тоже, как гастроном за запчастями. То, что нужно, пошел купил. Все есть. Практически, да. Но мы так и не сказали, что такое MX-56, что это означает? Твое личное название. MX-56, это мой. Это X, это то, что у меня концепция полного привода. Полный привод. 5,6 мотор, суперчардж. Вот оно что. Никаких тайных инициалов, ничего. Все очень просто. Мой, X, это полный привод. 5,6 объем, S, суперчардж. Алматинский гипержук на дубайской автомойке. Ну, короче, что сказать? Артур, как всегда, смог удивить. Ну, то есть, не только в том, как он умеет машинами управлять, но еще и как он их умеет, оказывается, строить. Это очень крутая работа, я считаю, была проделана. Она очень интересная, красивая, получилась своеобразная, нестандартная дружба. Здорово. Поздравляю тебя с финишем этого проекта. Спасибо. Большой экспириенс, наверное, для тебя тоже был в постройке такой машины. У нас, кстати, строится Геленваген. Есть еще отдельный проект на колесах. Гелик в квадрате называется. Мы бы тебе его с удовольствием показали. Будь ты в Алматы, когда приедешь, заходи, мы реально посмотрим, и ты, возможно, оценишь. В Гелик в квадрате будет ссылки в описании. И мы бы всех зрителей, которые сейчас оценили эту машину, пригласили бы тоже посмотреть и тот проект, потому что там он тоже, это дозвучно нестандартный. Я с удовольствием поучаствую. Гелики тебе тоже, наверное... Гелик в квадрате мне нравится. Да. Подписываюсь. Да? Подписывался? Артур подписался. Я подписался на проект Гелики в квадрате. Ребят, подпишитесь и вы. Не забывайте колокольчик. Все дела, как знаете. Комментарии побольше, лайков побольше. Артур, тебе спасибо. И тебе тоже большой лайк. Да. Спасибо большое. Сделаем какой-нибудь новый челлендж вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!